Китайский комитет содействия развитию международной торговли организовал поездку представителей почти 80 китайских компаний в США для участия в саммите руководителей АТЭС. Это самая крупная делегация китайских предпринимателей в США с 2019 года. Между китайскими и американскими деловыми кругами есть сильное желание укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Китайский рынок по-прежнему остается привлекательным для американских предприятий. В последние годы Китай постоянно оптимизировал свою деловую среду, облегчая доступ на рынки и создавая зоны свободной торговли. Мы также пять лет подряд занимаем второе место в мире по привлечению иностранных инвестиций. За первые восемь месяцев этого года фактическое использование Китаем американского капитала достигло почти двух миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 18,6%. К концу августа Соединенные Штаты инвестировали в более чем 78 тысяч проектов в Китае. При этом фактический объем инвестиций составил 96 миллиардов долларов. С начала года Китайский совет по содействию международной торговли принял почти сотню руководителей транснациональных компаний, посетивших Китай, включая Илона Маска из Тесла, Тима Кука из Эппл, а также руководителей большого числа американских компаний, таких как Intel и Qualcomm. Во время нашей беседы мы поняли, что эти американские руководители полны уверенности в экономическом развитии Китая.